Во дворце Спортовидное состоялось подведение итогов президентских выборов. В зале собрались непосредственные участники кампании. Председатели избирательных комиссий, наблюдатели и, естественно, избиратели. В фойе можно было пообщаться, обменяться опытом и оставить свои предложения по работе комиссии на будущее. Все отметили, что выборы прошли на высоком уровне, а хорошее настроение избирателей, пришедших в день голосования на участке, показатель того, что комиссии работали как слаженный механизм. Все отработали хорошо, никаких нареканий ни у кого на избирательных участках не было, то есть все довольны, даже наблюдатели были довольны, то есть выборы прошли более чем чисто. Как известно, накануне выборов проводилась большая подготовительная работа, в том числе общественными организациями Ленинского района. В Совете ветеранов при подготовке к выборам мы, значит, оповещали всех участников Великой Отечественной войны, блокадников, бывших малолетних узников, спрашивали о их нуждах, могут ли они сами прийти голосовать или им нужны машины. Глава района Олег Хромов поблагодарил всех, кто помогал в организации проведения голосования на территории муниципалитета. За честность, за принципиальность я бы хотел бы благодарить и территориальную избирательную комиссию, и участковую избирательную комиссию, и наблюдателей, которые от всех политических сил присутствовали на избирательных участках. Это, наверное, самое главное завоевание, что мы прошли это испытание вместе, и нам не стыдно смотреть друг в друга в глаза. Перед собравшимися выступила председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна Спирина, для которой этот избирательный цикл стал первым. Спасибо вам большое, низкий поклон за помощь, за содействие, за плечо, уже, скажем теперь, наверное, другу и коллеге. Прошу еще раз поаплодировать моей команде. Глава района поздравил всех участников кампании по выборам президента с ее завершением и наградил благодарственными письмами членов территориальных и участковых избирательных комиссий. Дмитрий Книга, Юлия Погосьян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.